ребята здравствуйте разогрева съел с вами алексей большой обзор ну некий большой обзор потому что ни один продукт доберется сегодня затронем тему мира торга потому что я не помню мы четко с тобой наташ пом делали да что-то от них типа бургер вот этот который сегодня будет так как был недавно сытоедов мы подумали давайте пройдемся по этой тематике вдруг действительно люди на работу кто-то берут еще что-то и как оказалось мира торг делать нифига не дешевые эти продукты полуфабрикаты свои что мы сегодня с вами взяли сразу скажу свое отношение к мира торгу у них есть как на мой взгляд качественным так и некачественные хотя скорее всего это вкусовщина то есть кому-то это может понравиться кому-то нет я стараюсь таким не питаться а если работа по я заезжаю в столовку в очередной раз я вам повторюсь а первое что сегодня на обзоре у нас есть это котлета по-киевски сразу хочется отметить что пацаны из мира торга может быть и девушки кто занимается дизайном маркетологи красавцы потому что сделано все очень завлекательно и мы сегодня когда в ленте подошли но хочется съесть красиво фотография сделано красиво все показано все сделано стоимость 199 рублей за 350 грамм вот здесь мне немножко подбамливают потому что поесть столовой я не знаю как у вас ребята я знаю что у меня из многих регионов смотрят напишите пожалуйста сколько у кого стоит полноценный обед в столовке сейчас я стараюсь есть только в стол у меня получается в питере где-то от 200 там 40 рублей до 300 но это прям вообще типы 1 2 компот и две сосиски в тесте и там в общем почти просто от пузо чтобы наесть а здесь вот за 200 рублей мы получаем 350 грамм котлет по-киевски с молодым картофелем с сливочным соус если это будет действительно вкусно конечно классный классно фотка вот я сейчас даже говорю я прям слюна пошла а далее у нас идет курочка курочка жареная опять же с молодым картофелем сливочным соусе слушай мы с тобой как-то странно взяли да а что у нас здесь курица и здесь курицы ну вот что там установишь ничего не было другого а да это у нас обойдется в 218 рублей за 350 грамм хотя я не понимаю если здесь картошечка и здесь картошечка и здесь курица жареная котлета по-киевски это тоже почему такая разница в цене если громовка при этом одинаковая не совсем это понимаю почему да ну смысл какой-то наоборот вот это дешевле даже просто его быстрее на какой там супер дальше у нас идет мираторг я кстати давно засматривался на эту штуку но думаю надо как мне взять попробовать дома ну раз тут такая ситуация сложилась или вместе и попробуем а мираторг грудка куриная барбекю все делается в микроволновке потому что можно какие-то продава полуфабрикаты сделать в духовке но мы с вами берем это для того чтобы быстро где-то что-то съесть но имеется ввиду там будь то дома будь то в офисе еще где-то написано что гриль продукты то есть скорее всего это будет с дымком последнее что с дымком мы с тобой годная ели это были гриль я нет я не про мне добавки я про гриль я потом этой горячей штучки они были неплохие ну ты помнишь что-то не мне добавки нет тут вот еще волосня что по стоимости двести двадцать один рубль 300 грамм здесь конечно ты знаешь когда ты понимаешь стоимость грудки что я постоянно покупаю и стараюсь питаться потому что здесь приходится приезжать и максимально нагружать свой живот всякими вкусняхами а дома стараюсь грудка гречи хотя конечно это незаметно ребята я стараюсь я стараюсь вы понимаете прекрасно барбекю интересно посмотреть что будет но я познаю сколько грудка стоит у меня не даже упал наш товарищ за 300 на так слышит за 300 грамм грудки да там специях еще что ну извини ты платишь 221 рубль 220 рубль можно купить реальный килограмм грудки даже даже может даже можно больше добавить специи отбить ну если здесь сделано это с дымком сегодня мы с вами проверим далее у нас идет бургер ребята вы просили сделать на самом деле хотел изначально только это я взять потом подумал ну давайте уже по мира торгу полностью пройдемся это бургер с томленые свиной лопаткой у меня было на канале по моему один обзор где мы проверяли этот бургер это было вообще просто невыносимо непонятно люди писали что они исправились что-то подрихтовали с булочкой теперь все это как бы должно быть хорошо и вроде как помидор стал нормальный ну доверяй на проверять давайте вместе с вами посмотрим но вы знаете с чего я был вообще в полнейшем шоке это со стоимости потому что может быть я правда прибываю в каких-то странных мирах для меня это кажется ненормальным а кому-то нормальным кажется но бургер за 232 рубля полуфабрикатный господа за 170 грамм но я не знаю я даже макдональдс не буду сравнить но сейчас бургер например там в муму бургер еще где-то можно купить за 300 рублей но это будет прямо сочнейший сочнейший сейчас начнут сочный хороший вкусные свежих продуктов полуфабрикатные бургеры я не знаю давайте проверим вдруг мира торгушка исправился и начал делать годноту вот такой вот обзор сегодня все будем делать я как бы уже прощаюсь вот такой был обзор с вами был как всегда алексей грильков и пошел давайте посмотрим что находится в каждой коробке по поводу упаковки хотят бы еще кое-что сказать например с это едва можно было достать помнишь да чтобы посмотреть что там происходит и мне добавки можно было достать у нас не остановило это все равно здесь находится вот такой вот скажем так замок мы его с вами открываем видите ребята вы говорите я рукожоп все нормально я делаю блин это хочу что мы делали обзор на это я могу ошибаться что у нас здесь есть но здесь открывать полностью не надо да здесь только приоткрыть нужно будет действовать по технологии молодой картофель верю соус вижу котлету вижу даже такое чувство что мы делали обзор на котлету по-киевски но это не точно следующее что у нас идет это курочка вот такая курочка также открываем удобно очень удобная эта штука здесь сделана правда для людей что мы можем это грецкие орехи что ли господа хотел показать вам эту курочку вот так выглядит курочка но она в соусе вроде как молодой опять же картофелью здесь вот здесь тема пашиста еду вам было с пюрешкой вот это химический вот это уже не хрен то обманешь и так это картошка настоящая да ну настоящая естественно что касается следующего это у нас с вами грудка давайте отрежем здесь уже какой устрем нож лёшка задача упала вот опять же лед да вот опять же многие писали но это грудка кашки за что-то почему такая маленькая курица у них было или это просто полоски на скорее нарезанные ну что мне кажется ребят что вот это будет крайне сухой продукт но мы проверим потому что вот грудку если я готовлю дома и надо есть сразу то она будет сочно есть там ждать какое-то время здесь тем более она уже как бы готовая получается но опять же со льдом ну и барабан барабанная дропис как думаешь исправились они нет я думаю тоже что не справились я думаю что все это фигня и люди просто значит и пописали что ну давай помучайся все же любят к алёха мучается есть всякое надо вы поняли мне кажется что мироторг никогда у нас не купит рекламу с такими заявками а и пофигу не нужно нам это ой блин ну давайте достанем его давайте достанем посмотрим как он холодный булочка такое чувство что это чабата выглядит все очень даже недурственно пока да пока вот не вскрыли скажем так смотрите к нам кто-то уже откусил видимо сотрудник мира торга решил под откусить проверить точно ребзя я серьезно наташ вот ну правда я все прекрасно понимаю вот покажи сейчас вот вот один момент например если мы говорим про котлету по киевски иди сюда вот покажи да но это более-менее выглядит похоже да в холодном виде хотя бы ну что-то около того я понимаю что будет выглядеть может быть немножко по-другому но все приближены пацаны ну вот давайте вот вот ну как вот вот как вот вот это как вот вообще понимать вот вы понимаете о чем идет речь вот смотрите вот фотка должна быть ровно вот такой я щас попробую даже прикрутить фотошопе вот как бы это должно было вы что издеваетесь но я же смотрю на коробку здесь нарисовано одно с куча слоев вот это все рва рваная свинина это что у вас там ну где это ну вот два куска смотри не знаю но это вот выглядит все настолько за так да ладно все ладно будем разогревать ребят и будем пробовать ну что же господа вот так вот выглядит курица в сливочном соусе который я почему-то здесь не особо вижу все делалось по технологии пахнет все очень даже неплохо картошечка вы посмотрите но это красота не хватает только большого количества укропцы здесь так в целом все выглядит неплохо дальше поехали это котлет по-киевски что она из себя у нас представляет горячая здесь выглядит это все уже не так и даже вот картошка дан даже посмотри вот разница да это более желтая такая совсем как будто в масле была замочена здесь укроп опять же соус вот этот непонятное что внутри то внутри то есть эта история маслица где вытекает ну так себе да что что-то везде есть это пахнет тоже не так скажу плохо ну а дальше сейчас пойдет самая смешная история вот это грудки господа то что барбекю скажем так они уменьшились в два раза как будто прямо в холодную воду попали если вы понимаете о чем я прошло сейчас вот это делалось самым последним вот она просто сверх дубовая посмотрите а сочности конечно грудки вообще говорить это спорно это есть сразу но вот это приготовлено ровно полом минуту полторы назад ну а теперь вишенка на нашем торте бургер что касается бургера и так нижняя булочка ну что скажешь она сильно мягкая но в принципе в целом неплохо я еще раз хочу показать как это выглядит на картинке и каш понимаю что не все так гладко но выглядит это вот так запах пахнет горчицей да вот объективно говоря как будто паника вот горчицу немножко подогрели все булка вот это булка блин это наверное это не самая конечно аппетитная история я вот хочу понять просто в понимании их это паштет ребята я буду делать бургер из рваной этой свинины когда томленная но что это ну почему это паштет но не так это должно выглядеть ну ладно это полуфабрикат булка смотрите ну посмотрите ну давайте представим что сейчас обеденное время лёха приустал поработал там до обеда и захотелось поесть его тут такую штуку я тебе сделал вот это если честно выглядит аппетитнее всего того что здесь есть вот честно вам скажу давай с грудки начнем потому что она самая горячая и чтоб правильно все-таки сказать о том запах здесь нет такой темы что это с дымком то есть вообще дат прям вот ну ноль я бы не сказал это просто как будто знаете в каком-то соусе вот она просто такой-то сухарь делать это еще раз все повредить давайте попробуем этого за жвачка просто жвачку давайте начнем с того что я предположу как это все готовилось грудка скорее всего запекалась может быть с какими-то специями потом она готовая заливалась вот этим вот барбекю соусом морозилась и все ребята это самое-самый худший полуфабрикат который я ел из более-менее съедобного я не говорю сейчас про мне добавки вот покупать вот это я не знаю зачем грудку замариновал это вкуснее получается гораздо вас барбекю соусом за вывод я знаю много бомбите лёш ты что-то в каком-то мире живешь все дорого да но если дорого должно быть вкусно грудку беспонтовая история делать вот так сколько она обошлась на 221 рубль 300 грамм в жизни ника больше это не куплю но это вот это бред ребята это не пережевывается в принципе мира торг я все конечно же все понимаю но кстати есть полуфабрикат петелинка делает грудку я брал а там была другая история она получилась такая мокрая мокро сочная скажем так дальше поехали дальше у нас идут кусочки курицы и картофель давайте попробуем по запахам да нет вполне съедобно кстати пахнет что здесь у нас по сухости вот я вижу что курица она здесь мягкая скорее всего это будет вкусно итак курочка жареная я хрен знает что говорить ребята курица здесь довольно сочная это скорее всего бедрышки да ну похоже на это но это очень жилисто то есть ты почти каждый кусок у тебя вот эта резина попадается я обычно эти куски срезаю когда готовлю что-то здесь они не срезаны что касается самого маринада но может быть он неплохо нет вообще здесь нету не соли нету не перца было бы очень здорово если бы ребята прикладывали эти пакетики с солью перцем как это делает цитоедов да например но я вот такое в офисе есть бы точно не стал и вы знаете вот это вот заявленная история в сливочном соусе вот и не скажи я вот могу ошибаться здесь вообще сливочности нет сливочное масло сливочное масло да нет не маргарин я маргарин бы определил просто как будто она в масле немножко зеленью и с какими-то специями но не соли не перца ничего картофель самое вкусное в курочке жареной от мира торга это картошка нормальная вкусная картошка даже вы знаете нет ощущения что это сделано микро как будто она отварная до мальчего вонючим маслицем полить ну не вонючим а рафинированным или нерафинированным как правильно да я к сожалению такое покупать отказываюсь а грудка это у меня прямо наш челюсть заболела ладно давайте дальше поедем дальше у нас идет котлета по-киевски за ты знаешь что наташа я недавно ел как это по-киевски только правильный мы когда буду показывать рецепт когда делается с косточкой что именно так надо делать она мне обошлась в неплохом ресторане баре скажем так она мне ребята обошлась где-то в районе 290 рублей вместе с гарниром пюрешкой здесь же котлета по-киевски 200 рублей вот чтобы мы понимали с вами давайте очень масляно единственно что очень много масла но с другой стороны если масло было внутри то так это как бы и должно быть но сливочный соус пойми они здесь тоже писали сливочный соус но где а сливки ты как с как белые сливки превратились в масло давайте попробуем давайте пойдем дальше котлета по-киевски мне такое чувство что мы уже брали ее курица неплохая единственно мне опять большущий вопрос я не знаю почему это делается так я понимаю что это рекомендация по сервировке ну вы показывать свою котлету с начинкой прямо что там мощно-мощно здесь что-то такого я не вижу к сожалению а может быть кэшет надо было делать в духовке но вы делаете скорожалку и вы ставите сюда 9 минут чтобы люди понимали да что именно для микроволновки чтобы это быстро все делалось что касается картошки она здесь менее вкусная чем здесь она такая знаешь больше сладкая как будто она перемороженная но она не она вот такая прям невкусная то классная была я с тобой соглашусь а по поводу куну это далеко не котлета по-киевски это больше похоже на некий шницель в панировке куриный очень мокрый за счет того что это разогревалось в микроволновке может быть если в духовке делали было бы этой вкуснее но мы с вами все-таки рассматриваем момент в офисе вряд ли у вас есть духовка да ну это конечно круто в целом есть можно я это больше себе не куплю потому что блин я не знаю что сказать ну правда наташ ну чё я приди я придирчив сейчас да ну да ну а теперь вишенка на нашем торте это бургер который выглядит нас вот так вот который выглядит что его прямо в руку не взять давайте попробуем может действительно что-то изменилось боюсь что мясной лавки маму бургеру и всем хорошим замечательным заведением кто делает бургер пора закрываться либо просто затариваться такими бургер потому что это убийца ресторанов ребята это безумно вкусно да нет конечно черт возьми это я не знаю я честно мне кажется вот я очень часто беру мира торговский наггетс это шикарный на мой взгляд полуфабрикат я часто беру фарш мира торгов он неплохой но для меня лично скажем так я часто беру мясо мраморная там типа говядина но а тоже не самая поганая ребята я понимаю что все вы живете там в австралии у вас там моя австралийская говядина мраморные все я живу в городе санкт-петербурге я реалист и я понимаю что да есть всякие разные другие производители данного мяса но я беру то что можно купить в обычном магазине с точки зрения бургера вот я считаю вся полуфабрикатная история мира торга это плевок на свою контору нет я соглашусь что вот даже вот наверно пожалуй лучше чтобы все они ели это вот это это хотя бы не отвратительно это можно действительно съесть и получить какое-то удовольствие просто низ на докопался бы по поводу где тот самый сливочный соус где эти сливки где это все я к сожалению здесь не увидел качество курицы здесь ну здесь жилки были но в принципе есть можно картошка отличная здесь здесь картошка не очень шницель если рассматривать не с точки зрения ресторанного блюда да там какие-то по-киевски хотя нельзя наверно к этому так вот докапываться то съесть это можно и тоже неплохо будет тут просто видишь проблема в том что это стоит как я не знаю как чугунный мост блин для вот этой всей индустрии 221 рубль 232 рубля беря это на работу понимаю что если есть столовая какая-то я лучше доплачу 80 рублей но поем нормально этой еды чем вот это брать с собой я не знаю может быть когда когда знаете дома я часто говорю что вот хорошо к в морозилке что то есть вот лучше пусть это будет пицца если честно к эти ресторан ты либо цезарь там какие-то в нормальные годные есть лучше пусть это будет как горячая штучка тоже да ну то что он неплохо было те же крик крылья вспомни вот она оправдывала название гриле сделаны на гриле здесь же ребята тоже написали что это типа вот гриль серия но здесь нет никакого дымка деда жидкого дыма нету я выживки дымом принципе определил либо его здесь очень мало я не очень люблю жидки но вот это просто сейчас это это кусок кирпича ну вот вот курица издает такой это камушки вот это выкинутые деньги абсолютно вот это вот блин ребят вы очень классно делаете упаковку она действительно вызывает ощущение того что хочется это купить но если бы это стоило еще наверно пожалуй там рублей 70 80 это это бред это по краям сухая сухая булка внутри она мокрая каша противно есть это все по поводу чё там томленая свина ну как бы она вот этот бургер он весь такой томленый потому что он как будто его вместе вот совсем этим со всеми овощами томили соус до соус горчичный соус неплохой овощи вот это все я считаю что ребята я могу ошибаться может быть где-то в америке где-то в европе где-то в украине там беларусь опять же да может быть там кто-то делает что-то годный но вот я вот единственно что есть смак по он делает и вот это и это негодно язык может замороженный бургер сделать вкусно у меня не вызывает а вот и да я клюнул сейчас на упаковку но у меня не пойду завтра это покупать напишите в комментах кому нравится сегодняшнее то что мы пробовали помимо там еще раз повторюсь это съедобно но грудка вот это но это просто плевок что мне с этим делать вот это это вообще знаешь развод на детей которые ходят с родителями таким мама купить бургер это да ну как бы за проще уже ребенка то освозить в нормальную бургерную с нормальным мясом это поесть они стомлены вот это вот там ли это назовет томленый бургер в целом они томленная свинина лопатка я покажу обязательно этот рецепт ладно все будем закругляться у меня негодование я сегодня году и потому что мне продукция полуфабрикатная повторюсь еще раз компании мира торг мне нравится даже цитоедов было приятнее есть абсолютно точно как бы то ни звучало это многие говорят что и мира торгу продают все время но вот имейте ввиду что если бы такие вещи говорил спонсора я бы сейчас потерял навсегда с вами был как всегда алексей грильков подписка на основной канал ссылка на группу в контакте будет в описании до вкусных встреч пока ребят пишите в комментах какую продукцию еще проверять давайте вместе с вами попробуем найти что-то годное пока пока